Сегодня у меня будет такой леотовый доклад, в принципе, не привязанный никакой технологии, никакому языку. Я поделюсь своим опытом выстраивания работы достаточно большого количества команд разработки про технические стандарты, о том, как мы поняли, что они нам нужны, о сложностях, которые возникли без них, и как мы их потом решали. Расскажу немного о себе. Я работаю руководителем Java разработки в Redmond Robot. Вот вообще в IT лет 10. В основном это были какие-то продуктовые финтех-компании. Но последние три года я была архитектором Трайба в одной крупной логистической компании, и на этом опыте как раз и построен мой доклад. Вот, ну, расскажу немного про Redmond Robot, где сейчас работаю. Компания с 2009 года на рынке. Мы делаем крутые цифровые сервисы для миллионов людей, помогаем компаниям с технологической трансформацией и в целом задаем высокие стандарты своей работой. Вот, ну, теперь можно перейти к сути доклада, и так как опыт предыдущий, и дам немного контекста вообще, что у нас была за компания, что мы делали, и как выглядела наша система. Вот, это была продуктовая компания с IT больше 400 человек, которая прошла через такой активный рост за последние пару лет. С 80 до 400 человек мы увеличились. Мы делали высоконагруженную ERP-систему, которая обеспечивала работу всей компании в 25 странах и в тысячах офисов, то есть все бизнес-процессы компании, они поддерживались нашей системой. Вот, ну, и как водится, у нас был монолит, который мы перепиливали пару лет. Это выглядело так, что команда брала какой-то свой кусочек функционала, реализовывала его в новой системе попутно, иногда улучшая какие-то бизнес-процессы, и внедряла на пользователей, то есть такими ключевыми целями компании на протяжении достаточно длинного периода времени было как раз внедрение, то есть мы хотели быстрее выключить наш монолит, чтобы все пользователи работали уже с новой системой. Вот, у нас было все неплохо в плане организации процессов, у нас были трайбы, внутри трайбов мы делились на продуктовые команды, команда вместе со своим продуктовнером отвечала за такой небольшой кусочек бизнес-процессов, за свой продукт внутри компании. Также у нас был комбан, мы проводили разные квартальные планирования там в стиле PI-плэннинга и сейв, ну, то есть в целом по процессам мы, скажем так, догнали немного. Вот, по стеку у нас было все стандартно, то есть там Java, Postgres, Rabbit, Elasticsearch, Redis и микросервисы. Микросервисов было больше 50 таких именно ключевых функциональных, но там к ним шли еще какие-то технические, и в целом их было больше, чем 50. Вот, они взаимодействовали в основном через Rabbit, асинхронно обменивали сообщениями, но также там были какие-то HTTP-апишки, ну, и у нас были и мобильные, и веб-приложения. Вот, у нас была достаточно такая зрелая команда именно разработчиков, и наша система была достаточно неплохо написана, то есть она держала нагрузку. У нас была отдельная платформенная команда, которая следила за технологическим развитием, в том числе вот они сделали классный шаблон микросервиса, то есть туда входили какие-то части фреймворка, которые мы используем, плюс инфраструктурная обвязка, и создание нового микросервиса для нас не было такой проблемой. Вот, также у нас были вот дифф-лиды архитекторы в каждом трайбе, и достаточно сильные ребята тех-лиды в конкретных командах, которые уже отвечали непосредственно за сервисы в продакшене. Вот, при этом у нас были определенные договоренности и правила разработки, по которым мы жили. Вот, ну и в таком режиме внедрения активного, активной разработки нового функционала мы прожили какое-то количество времени. Когда внедрение было завершено, у нас появилась возможность чуть более стратегически на это все посмотреть, и когда мы посмотрели, мы увидели, что в целом мы не очень управляем развитием системы в целом, она растет, но как будто бы немного хаотично, при этом растет сама компания, бизнес-процессы меняются, и процессы разработки это догоняют, а вот мы со своей стороны технологически уже можем начать это все подтормаживать. Ну и такая еще основная проблема, заметная вообще для всех, это большой time-to-market, то есть это стало новой стратегической целью компании сократить время разработки и стать более предсказуемой для бизнеса. Вот, ну и такое личное наблюдение, так как я была дефлюдом-архитектором, ко мне часто разработчики приходили с разными вопросами, и самый частый из них был такой, а как мы обычно что-то там делаем, и где вообще можно посмотреть, если у нас какое-то описание. Вот, ну и это могли быть от простых вещей, типа как мы там дату передаем, как принято у нас обмениваться, либо какие-то концептуальные, типа там используем мы внешние ключи, либо еще какие-то вопросы больше архитектурные. Вот, ну и на какие-то вопросы у меня был ответ, и у нас действительно были какие-то договоренности, я могла там ссылочку скинуть, какие-то вопросы можно было решить прям сразу, но достаточно большая часть этих вопросов, я понимала, что прямо сходу решения принять невозможно, потому что нужны какие-то данные, нужно подумать, поисследовать. Вот, либо вообще это какие-то глобальные вещи, которые вообще на всех влияют, и, соответственно, нужно все вместе сесть и уже и об этом договориться. Вот, ну и здесь, наверное, понятно, что там часть ребят приходили, спрашивали, но большинство делали как-то, как они сами думают, или там как они нашли где-то, и в целом у всех было в итоге немного по-разному. Вот, ну и так вот мы стали собираться, смотреть на общие цели вообще компании, и на проблемы, которые сейчас есть, и поняли, что все-таки с нашими, с этими договоренностями, стандартными правилами что-то не то, есть определенные проблемы, и сейчас я немного подробнее расскажу про эти проблемы. Вот, первый, наверное, такой самый очевидный эффект — это скорость разработки, то есть этап разработки занимал достаточно много времени, при том это время тратилось на рутину, то есть как будто бы можно работать эффективнее. Но это происходило потому, что мы долго договаривались, в основном на каких-то кроссовых задачах, когда несколько команд участвовали в принятии решений, и иногда даже на код-ревью, то есть какие-то внутренние вопросы также решались долго. При этом мы любили порешать одни и те же задачки технические по нескольку раз в каждой команде заново какие-то разработки инструментов, прокапывание каких-то технологий, или это могли бы даже какие-то бизнесовые вещи, типа поразбираться с API нашего же сервиса. То есть каждая команда проходила через это заново, из-за того, что, например, могла быть не очень хорошая документация. Ну и при этом мы продолжали пользоваться какими-то инструментами, которые вроде как считались у нас общепринятыми, стандартными. При этом эти инструменты могли устареть, либо они могли уже быть просто неподходящими под изменившиеся потребности наших команд. Второй эффект — это качество. То есть в некоторых кейсах уже и на качество это начинало влиять. В принципе, мы писали очень много кода, делали фичи, в чем-то разбирались, и какие-то ошибки собирали. И, в принципе, это можно было бы распространять между всеми, но часто это оставлялось внутри команд, потому что не было какого-то механизма именно обмена этими знаниями. При этом какие-то неудачные решения, они вообще очень легко расползались. Ты делаешь новый сервис, тебе проще уже что-то скопировать из существующего, чем разбираться и думать вообще, насколько это решение хорошее, и тратить силы, время на то, чтобы его как-то улучшить. Потому что у тебя есть задачи, и словно бизнес тебя подгоняет. Ну, также это уже сказала про сложность интеграции. То есть у всех чуть-чуть по-разному выглядит API, чуть-чуть по-разному выглядит документация, поэтому иногда это прям превращалось в какие-то баги на проде. Ну и в целом какие-то глобальные изменения бизнес-процессов уже становилось достаточно сложно внедрять, хотя вроде мы там делали микросервную систему как раз для этого. И у нас не было уверенности в том, что система уже перенесет еще больший рост нагрузки. У нас каждый год примерно на X2 нагрузки было. Это было из-за того, что хоть у нас были неплохие договоренности и шаблоны разработки конкретно одного сервиса, но каких-то глобальных правил и вообще идеи, как мы всю систему в целом развиваем, их не было зафиксировано, или они могли быть какими-то устаревшими. Ну и последнее такое, что мы влияли и на развитие процессов. То есть здесь таких два момента очевидных было. Это долгий анбординг. То есть у нас была база знаний, но ее качество оставляло желать лучшего. То есть и структура была сложная, и много устаревших страниц. И те страницы, которые были актуальны, и они были не очень хорошего качества. То есть новый человек, если может это все прочитать, то вряд ли он получит какую-то полную и актуальную картину. То есть с каждым новым разработчиком должен был кто-то посидеть из его команды и рассказать ему, как вообще мы работаем. При этом все команды в некоторых вещах работали чуть по-разному. И отсюда вытекает такая вторая проблема, что переключение между командами разработчиков было достаточно больно. А это нам хотелось для такой гибкости наших процессов и вообще для более быстрого реагирования на развитие бизнеса. То есть мы хотели, чтобы, например, мы там собрались на квартальном планировании, поняли, что у одной из команд больше задач, и они важнее, чем у остальных команд. И какие-то команды поделились ресурсами, допустим, на этот квартал. Либо мы хотели делать такие мини-фичи-тимы, если мы вентиляем бизнес-процесс, который затрагивает несколько систем. Хотелось бы, чтобы эта команда могла его сделать под ключ, а это значило, что разработчикам нужно пойти и внести изменения в чужие сервисы. Ну и так как они были чуть разные и не всегда было легко в них разобраться, ребята это делать не очень хотели, мы старались такого избегать. Вот. Ну и исходя из всего этого, у команд иногда уже начинала такая падать в общей воодушевленности мотивация, то есть когда-то уставали от споров вот про эту интеграцию, там долго договаривались и уже говорили в конце, да ладно, типа скажите, как сделать, я уже сделаю, мне уже все равно. И в целом было такое ощущение хаоса, потому что какие-то решения принимались, там технологии новые предлагали использовать, но многие разработчики на них ворчали, потому что не понимали вообще, зачем мы это делаем, и не понимали, как они могут на это влиять. Вот. Ну и при этом они не могли концентрироваться на своих бизнес-задачах, а это была их основная работа, то есть от них этого требовали. Ну и старички особенно начинали со временем выгорать, кто-то даже уже уходил. Вот. Ну и понятно, что это все проявляется только на масштабе, потому что какие-то технологизации, метапы, то, что предназначено для обмена знаниями, для принятия каких-то решений, они уже перестают работать, потому что это выглядит примерно так, что там созвон на 100 человек, кто-то один рассказывает, как лекцию, все другие сидят, кто-то там в полухо слушает, ну, может быть, там самые активные позовут вопросы, поговорили, все закончилось, все забыли, через месяц у нас 10 новых разработчиков, которые вообще про это даже не слышали. Вот. То же самое с разработкой кода, то есть мы просто пишем больше кода, соответственно, мы чаще решаем похожие задачи, и какие-то типовые вещи, они просто чаще встречаются, чем если у вас маленькая команда, вы там поддерживаете пару сервисов. Ну, и то же самое с анбордингом, просто выходит очень много людей, и на масштабе кампании временной это уже становится существенно в плане денег, вот, и также некий глухой телефон возникает, потому что на словах все равно достаточно сложно полную картину всегда передать. Вот. Ну, и сейчас такая архитектурная ставка, немного расскажу, расскажу два примера, как мне кажется, самых показательных, когда отсутствие вот этих стандартов привело к таким серьезным проблемам, и как раз расскажу, как создание этих стандартов помогло их решить. Первый пример — это почему же мы стали внедрять кавку. Ну, чтобы разобраться, почему, покажу картинку, как у нас выглядел межмодульный обмен. То есть у нас был обмен стейтами, сервис какой-то, у него были и сущности мастер-системы, которых он являлся, и когда менялось состояние какого-то объекта, этот сервис публиковал новый стейт в свой эксченч. Соответственно, все остальные, кому нужна была какая-то информация про эту сущность, они подписывались на этот эксченч. Это значило, что создавалась очередь, ну, каждая очередь на каждый сервис. И вот у нас был такой ключевой сущный заказ. Она нужна была практически вообще всем модулям. Соответственно, было очень много подписчиков у этого эксченча, и вот сервис ответственный за заказ каждый раз, когда он менялся, публиковал туда новый стейт. Ну, а что такое заказ? Это такой некий мегаобъект, наверное, у долгоживущих систем, рано или поздно такое появляется. То есть он содержал вообще данные о много о чем, из совершенно разных областей. Например, данные о текущем местоположении, об оплате, какие-то данные по отправителю-получателю, по физлицам, данные по доставке, кучу каких-то галочек. Ну и чтобы прикинуть объем, у нас было примерно 350 тысяч новых заказов в день, на самом деле больше. И средний срок такой активной жизни заказа, пока он куда-то едет, 10 дней. Ну, на самом деле тоже больше. Ну и можно так прикинуть, что примерно штук раз 10 в день каждый заказ меняется. Соответственно, если это все перемножить, можно понять, сколько примерно событий публиковал вот этот заказ в только один эксченч. Соответственно, там у нас было 50 сервисов, эти все данные на 50 очередей размножались. Ну и если мы добавляли какой-то новый сервис, он наверняка подписывался на заказ и появлялась еще одна такая очередь. Если происходила ситуация, что там заказ простоял или там какая-то пиковая нагрузка возникала, скапливались огромные очереди на обработку, ну и это все очень сильно грузило Rebbit. Ну и однажды нам инженеры эксплуатации сказали, что ну X2 уже Rebbit не переживет, мы его уже там всяко отмаштабировали, надо что-то с этим делать. Вот, но мы таки подумали, блин, наверное, мы просто очень много всего публикуем, давайте на Kafka переходить и запустили процесс перехода на Kafka. Вот, но потом чуть позже мы запустили вот этот процесс работы над стандартами и такое, наверное, первое, что было логично описать, это как раз межмодульный обмен. Мы сели это продумывать и поняли, что здесь вообще-то архитектурная проблема, то есть Kafka хорошо, но это не то, что было нужно делать. Вот, и вот такие мы выводы сделали и такие пункты записали в нашу страницу про межмодульный обмен. То есть, во-первых, мы поняли, что нам не нужно обмениваться стейтами, потому что все, что нужно конкретным подписчикам, это вытащить какой-то триггер, некое бизнесовое событие, на которое он может как-то отреагировать. То есть вот этот постоянно актуальный стейт каждой сущности им вообще не нужен. Например, есть сервис, которому нужно отправить, не знаю, там, пуш-уведомления, когда заказ приехал в конечный пункт. Соответственно, ему вместо того, чтобы все дни считывать вот эти вот изменения состояния, ему, по сути, на один заказ нужно всего одно событие. Вот, и мы описали, что такое доменный ивент, как он должен выглядеть, как вообще их выявлять, и привели какие-то примеры. Второе решение, которое мы тут же приняли и зафиксировали, что вообще-то нужно уже распиливать заказ, то есть это ненормально, что такая огромная сущность. Нужно, когда тебе нужно что-то добавить, понять, в какой модуль это правильно положить, и положить туда, а не в заказ. Вот, ну и тоже привели какие-то примеры и такие критерии, как вообще определять, куда это складывать. Ну, такое некое DDD здесь у нас уже вступило в действие. Вот, ну и вообще, конечно, мы это придумали не за один момент. Мы и раньше это прекрасно понимали, что и обмен стейтами это плохо, и что и заказ нужно распиливать. И у нас, если честно, даже нигде не было написано, что нужно обмениваться стейтами. Ребята просто все продолжали делать по аналогии, так как просто писали очень много кода, ну, за этим было нереально как-то уследить. Вот, как только мы это написали, это реально стало работать, и все новые код, все новые события у нас уже стали в виде доменных ивентов создаваться. Вот, ну и про Kafka. Kafka, да, прекрасно. Рано или поздно нам пришлось бы на нее перейти, но в тот момент это было не первоприоритетно. Мы потратили очень много ресурсов и команд разработки, и инженеров эксплуатации на то, чтобы ее вообще поднять, научиться ее на продакшене сопровождать. И в целом, чтобы код на нее перевести, это был такой итеративный процесс. Мы сначала доработали какие-то инструменты для вот как раз вот эти шаблоны, потом мы уже начали переводить конкретные сервисы. Вот, ну, если бы мы потратили это время на, например, те же доменные ивенты, это бы качественно сделало лучше нашу систему и также бы решило проблему нагрузки. Вот, то есть, по сути, мы взяли не ту задачу в работу. Вот, второй пример – это про работу с чужими мастер-данными. То есть здесь нужно посмотреть на ту же картинку, только с точки зрения уже подписчика. То есть я как сервис подписываюсь на разные вот эти сущности и принимаю обновления их стейтов. Что я с ними делаю? Ну, я их сохраняю себе в базу данных. То есть это тоже был такой некий негласный стандарт, что ты, когда получаешь какие-то изменения, ты это сейвишь себе в базу. По сути, создаешь такой мини-кэш состояния сервисов. И вот каждый сервис так делал. А так как у нас были ключевые сущности заказ, ну, и там на самом деле было еще много других общенужных таких сущностей, то, по сути, они были накопированы в разных базах данных разных сервисов. И это все кончилось тем, что мы стали тратить очень большие бюджеты на диски для базы данных. И IT-директор нам однажды сказал, что давайте с этим что-то все-таки уже сделаем. Вот мы точно так же сели это записывать, как вообще правильно с этим работать. И такие некоторые вещи поняли. То есть первое вообще, для чего вот мы сохраняли эти данные, по сути, для двух сценариев. Либо это для какой-то вью-модели, то есть эти чужие данные нужно показать на своем фронте, то есть как-то дополнить свою модель для пользователя отображением дополнительных данных. Например, может быть какой-то сервис, которому вообще не нужны данные физлица-получателя, но пользователь хочет их видеть во фронт-энде. То есть это такое некое построение вью-модели. Вторая часть – это как раз выполнение бизнес-логики, когда именно на основе чужих вот этих данных принимаются какие-то свои бизнесовые решения. Ну, если у нас был такой долгоживущий сервис, у него это все уже было закшировано, было очень удобно разрабатывать. У тебя практически вообще все есть. Ты просто берешь и пишешь свой код. Вот. Ну и мы, когда мы об этом подумали, мы поняли, что вот то, что у нас закшировано, это по большей части как раз именно для представления, то есть это какие-то вью-модели, и для логики сервисов это вообще не нужно. Соответственно, мы договорились, что нужно сохранять только то, что тебе нужно для логики, и только в том случае, если это нужно для обеспечения некой стабильности, то есть чтобы не создавать для критичных бизнесовых процессов, для действий пользователя вот эти цепочки HTTP-вызовов, то есть чтобы наши сервисы продолжали оставаться такими независимыми. А вообще вот эта вся история про сохранение данных у себя в базе, про кэширование, она пошла из того, что мы хотели, чтобы наши сервисы были именно независимыми, чтобы если один лежит, то бизнес-процессы другого не страдали. Вот. Ну, а про вью-модели мы поняли, что нужно максимально переиспользовать все-таки API-мастер-систем, то есть если это какие-то запросы, например, у нас был частый кейс про, допустим, нужно реализовать поиск по физлицам. Соответственно, есть фильтр, куда ты начинаешь вводить там им какую-то филу, и выходят подсказки. И вот раньше это реализовывалось в каждом модуле заново, то есть кэшировались вот эти данные там физлиц, и каждый делал вот эту API-шку поиска. Ну, потому что не было договоренности, что можно вообще пойти в чужой модуль непосредственно с фронта, и также не было гарантии, что эта API не изменится, и она вообще выдержит ту нагрузку, которую мы туда создадим. Соответственно, мы договорились, что теперь это можно, что мастер-система сама за это отвечает, она обеспечивает стабильность этих API и их неизменения в плане контракта. Вот. И, в принципе, мы договорились, что нельзя больше грузить операционную базу данных какими-то вот этими view-запросами, огромными join-ами, какие-то view-шки строить для фронта. Если такая ситуация есть, то нужно формировать именно модель для отображения такой уникой CQRS, и даже можно делать отдельный микросервис, который именно вот это отображение обслуживает. Вот. Ну и сюда отлично легли наши новые вот эти доменные ивенты, которые, по сути, стали только триггерами для логики, а и сократилось количество вообще ивентов, которые тебе нужно слушать, а все данные, которые тебе были дополнительно нужны, нужно было получать уже по API. То есть либо так же заранее, либо синхронно, если позволяет критичность процесса. Но, в общем, таким образом число хранимых данных, именно копии вот этих чужих мастер-данных сильно сократилось. Вот. Ну и на этом с примерами все. Теперь расскажу, как же мы договорились работать со стандартами. Ну и первое это, что вообще мы договорились включить в этот список, в эту базу знаний. Здесь сразу скажу, что это должно идти от потребности. То есть чем у вас, условно, больше всего проблем, то и должно включаться в стандарты. Ну вот мы для себя такое сформировали. То есть это все, что касается CIS-идеи, какой-то GitFlow, как мы режем релизы, версионирование, как это все встраивается именно в процесс разработки. Дальше это шаблоны того, что вы делаете чаще всего. Ну вот у нас это было создание микросервиса. Также это может быть какое-то создание инфраструктуры, например, если вы часто поднимаете инфраструктуру, допустим, для клиента, для своего. Вот. Ну если вы там пишете документацию, то это, наверное, должны быть какие-то шаблоны документации и так далее. Вот. Если у вас микросервис, то обязательно нужно описать правила именно бэк-бэк взаимодействия, то есть что это там синхронные вызовы, либо это события, то, как они выглядят, как вообще строится эта API, отличается ли она от публичного API, как работает авторизация и так далее. То есть если это микросервис, это прям суперважно. Вот второе, это то же самое про публичный API для фронтов, то есть какие-то правила нейминга, как мы работаем с ошибками, есть ли у нас какой-то GitWay, есть ли дату, какие его функции, как работает авторизация и вот все такое. Дальше, ну вот это про работу с мастер-данными, то, что я привела, пример для нас это было критично, там, как кэшировать, не кэшировать. Следующее, это про написание тестов, то есть какие бывают вообще виды тестов, юнитестов, функциональные, интеграционные, какие мы пишем, какие инструменты для этого используем, как это все, опять же, встраивается в процесс работы, кто их пишет, когда запускаются. Вот. Следующий важный раздел про документацию, то есть чтобы как раз решить вот эту задачу с обменом разработчиков между командами, нам нужно было создать хорошие документы, поэтому мы договорились с том, вообще какие виды артефактов мы пишем, то есть что-то там схемки, либо свагеры, либо еще какие-то текстовые описания сервисов, как они хранятся, какие инструменты мы используем, чтобы их создавать, и вообще какой процесс работы над ними, то есть как сделать так, чтобы эти документы были актуальными. Следующий раздел это про observability, то есть это для нас было вообще суперважно, и на самом деле у нас это уже было описано, все, что касается мониторингов, там, профилирования, работы с логами, трассировкой, то есть у нас была такая нагруженная реал-тайм-система, и нам было очень важно именно уметь быстро реагировать на какие-то проблемы на продакшене. Вот. Ну, и следующий раздел про работу с базой данных, то есть какие мы базы данных в принципе используем, для каких задач, что подходит лучше, как там обеспечить производительность, еще какие-то ограничения на то, как мы там именуем сущность, ну, все, что нужно конкретно для вашей ситуации. Вот. Ну, и вообще любые типовые задачи, которые возникают, ну, у нас это были некие генерации неких отчетов и таких PDF-ок, печатных форм. Соответственно, для этого тоже должны быть какие-то общие инструменты, которые актуальны, поддерживаются, и они, главное, чтобы были удобными. Ну, или хотя бы какие-то текстовые описания, как вообще принято у нас такое решать. Вот. Когда мы определили, что включать, нужно понять, как мы вообще это будем вести. Ну, вот мы так договорились, что мы, во-первых, определили формат для разных видов документа, то есть что у нас статьи в конфлюенсе, в ките у нас лежат примеры кода, в нером мы, например, рисуем схему. И такие типы документов только в таком формате и вести, чтобы не было солянки из разных форматов. Дальше у этого всего обязательно должна быть единая точка входа, то есть некая ссылка, которую можно скинуть новому разработчику, и он уже из нее сможет найти все нужные ссылки, если куда-то они вовне ведут. Вот. И дальше нужно решить, что делать с этими устаревшими документами, там, не знаю, 2015 года, который написал непонятно какой чувак, который уже давно-давно не работает. То есть нужно либо их как-то нещадно удалить, либо как-то перенести в архив, либо, может быть, вообще создать новое пространство, куда мы уже переносим только актуальную информацию. И у ребят, у команд должно быть понимание, что вот в это место точно можно смотреть, и то, что здесь, оно точно актуально. А то, что где-то лежит не здесь, оно сомнительно, и нужно перепроверить, стоит ли вообще это читать и этому следовать. Вот. И вообще у этого всего пространства, вот у того места, где вы введете документацию, должен быть некий овнер, который в целом следит за его понятной структурой, и точно так же, как и у каждого артефакта, у каждой страницы внутри этой базы знаний тоже должен быть овнер, который актуализирует этот документ и, в принципе, следит за его качеством. Вот. Ну и вообще нужно с этими документами, с этими стандартами работать. Соответственно, какие-то договоренности на словах уже не должны действовать. Действует только то, что записано, соответственно, это заставит нас все новое записывать. И точно так же нужно при проработке, при написании этих статей следить за качеством, то есть работать примерно как с кодом, то есть автор написал, потом дал кому-то посмотреть, желательно тому, кто не в контексте, и таким образом допилить какое-то качество, чтобы было понятно, и это были не просто разбросанные наборы кода или каких-то конфигов, а чтобы там было, зачем мы это делаем, почему, и какие-то предпосылки к принятию определенных решений. Вот. Ну и следующее, но не менее важно, это про процесс, как вообще с этим всем работать. То есть все стандарты, все подходы и какие-то технологии, которые мы прорабатываем, ну, у нас была эта платформенная команда, там у вас может быть просто некие люди, которые ее роль выполняют, то есть они не должны сами себе из головы придумывать какие-то задачи, или там, мне интересно кавку поизучать, давайте я кавку поизучаю, мы на нее перейдем. То есть это все должно основываться на реальных проблемах непосредственно команд, которые пилят бизнес-фичи, ну, и также, может быть, на команде эксплуатации, сопровождение или каких-то безопасников. То есть все эти люди должны формировать некий бэклог вот для работы над стандартами и какими-то общими решениями, и дальше нужно настроить процесс проработки вот этих стандартов, то есть как мы это приоритизируем, как делим, кто это делает, как мы сроки устанавливаем, как потом работу принимаем. То есть над стандартами работаем примерно как на таким мини-продуктом по, в принципе, стандартному процессу разработки. Вот. И самое главное, что когда мы что-то придумали, что-то написали, это не должно быть какое-то теоретическое решение. Это обязательно нужно обкатывать на реально именно нашей системе и не сразу давать всем попробовать, а такие кайнореечные релизы настроить, то есть давать какой-то одной команде или там самому пойти в каком-то сервисе это применить, также собрать обратную связь и понять, насколько это вообще валидно именно для нашего случая. И только когда мы точно уверены, что это хорошее решение, мы видим, что оно работает, только тогда мы его начинаем применять на всех. Также нужно договориться о том, как вообще мы принимаем какие-то новые правила. Это какой-то у нас архитектурный совет или голосование, или у нас есть СТО, который там единолично это все решает, но главное, чтобы это тоже было прозрачно. Вот у нас был архи-совет. Также суперважно выстроить процесс предложения изменений, и чтобы любой разработчик мог понимать, что он на это влияет, что он может какую-то свою обратную связь дать, либо предложить идею. И это обязательно поступит в работу. И даже хорошо, если любой разработчик может поучаствовать именно уже в проработке какого-то стандарта или в написании какого-то общего инструмента, потому что это может быть очень нужно для развития непосредственно разработчиков. То есть, например, если у тебя там в скиллсете есть навык работы с кавкой, а ты понимаешь, что ты почти с ней не работал, а у нас тут удачно лежит задача написать общую библиотеку для работы с кавкой, ну, хорошо, если ты сможешь что-то взять и сделать. Плюс тебя поревьюят, ты разовьешься и в том числе принесешь общую пользу. Вот. Ну и последнее, что это вообще все, все эти документы не отменяют никакие метапы и обмены знаниями. То есть, нужно все равно рассказывать про подходы, нужно делиться опытом, как ты их применял, и живое общение, оно также остается суперважным. Вот. Ну и последнее, такой слайд с контентом, как мы определили для себя роль вот этой команды платформы и роль архитекторов, тех лидов именно в продуктовых командах. То есть, их совместная задача настроить вот этот процесс обратной связи и более, и формировать этот приоритет. То есть, как бы здесь команды разработки, они являются некими заказчиками для работы команды платформы. Дальше команда платформы в порядке приоритета берет это все себе в работу, что-то там ресерчит, пишет какие-то инструменты, и дальше ее задача это обкатать именно на боевых задачах. Вот. Но задачи команд конкретных здесь дать обратную связь и как-то поревьювить и некий оксвы сказать, что да, это можно применять. Вот. А дальше уже команды именно продуктовые, они, их обязанность выстроить процесс так, чтобы они следовали принятым стандартам. Если сейчас в чем-то еще не следует, то формировать некий свой техдолг. Но опять же, вот этот техдолг конкретных команд, они не должны сами себе его выдумывать и только единолично рулить его приоритетом. здесь уже со стороны платформенной команды идет именно выстраивание приоритета техдолга. То есть, если команда понимает, что у нас скоро Рэбит ляжет, нам нужно перейти на Кавку, она говорит, ребята, у нас переход на Кавку первый приоритет. Соответственно, продуктовые команды начинают переход на Кавку, а не там рефатчат, например, внутреннюю структуру своего сервиса. Ну и, соответственно, команда обеспечивает закрытие этих долгов срок. Ну и такая глобальная роль именно платформенной команды это сократить рутину у продуктовых команд и следить за общим технологическим развитием в принципе всей нашей системы. При этом задача конкретной команды это уже пилить качественные бизнес-фичи и развивать именно свой продукт. Вот. Ну, на этом, наверное, основная часть все. Хочу еще поделиться такими личными выводами, которые мне этот опыт помог сделать. То есть первое, это про такую зрелость, то есть про то, что технологическая, вот эта процессная и организационная зрелость, они очень сильно связаны и должны развиваться синхронно. То есть если у вас есть проблемы с процессами, и вы там пока еще не выстроили работу внутри одной команды над фичами, то вряд ли у вас получится выстроить работу с техдолгом и какие-то кроссовые взаимодействия и создать вот эту команду-платформу. Вот. И здесь такой важный поинт, что, наверное, если вы какой-то техлид, ну, там, лид, команда разработки или там архитектор более всей системы, то, ну, не получится отползти от каких-то принятий решений именно по процессам. То есть наоборот, нужно туда влазить и как-то совместно там с пьемами, с руководителями это все выстраивать, потому что только так это все сможет вместе очень эффективно функционировать. Вот. Следующий момент про стандарты. То есть я сделала вот, что вообще-то все-таки стандарты нужны, во-первых, компании, потому что их отсутствие очень дорого для нее, но и непосредственно людям, разработчикам, они тоже нужны. То есть раньше я в этом сомневалась, мне казалось, что, может быть, это как-то ограничивает свободу, людям не нравится, когда им какие-то навязанные решения предлагают. Вот. Но на самом деле они сами их просят, то есть они любят готовые решения, и в целом они больше хотят пилить именно бизнесовые фичи. Вот. И последнее, такой, ой, извиняюсь, вопрос про бюрократию, то есть это слово, ну, вот, с ребятами, которыми занимались развитием вот этих стандартов, мы это очень часто слышали, у нас в команде, в том числе скептики были. Вот. Но я так для себя тоже этот вопрос, раз она всегда закрыла, следующим образом, что нужны процессы и стандарты только те, которые влияют на достижение ваших конкретных целей. То есть если мы ставим цель, там, сократить time-to-market, то мы должны описать все, что очень сильно влияет на time-to-market, и придумать именно хорошие решения, проверить их, и именно им следовать. То есть и вот в таких ключевых моментах для нас какие-то вот эти вольности команд, что давайте мы там сейчас сами попробуем, а нам это не очень подходит, а мы вот хотим делать по-другому, нам так удобнее. Вот это уже не работает, то есть это нужно как-то так немного жестко пресекать, потому что иначе мы просто эти цели будем достигать очень долго. Вот. При этом что-то непринципиальное мы, наоборот, не стандартизируем и даем опыту конкретным командам и в плане процессов, и в плане каких-то технических решений. Вот. Ну и такая свобода, она проявляется не в том, что ты там, как разработчик, постоянно решаешь какие-то рутинные задачки и изобретаешь там новые подходы или ресерчишь технологии, а как раз в том, что у тебя есть четкий прозрачный процесс, как ты можешь влиять на то, как мы все вместе работаем, у тебя есть с другой стороны какой-то четкий план и четкие ответы на многие вопросы, и при этом ты можешь какой-то свой такой эмоциональный ресурс, свое творчество поместить на производство именно бизнес-ценности, на то, чтобы делать лучше наш продукт и помогать развиваться нашей компанией. Вот. На этом у меня все. Спасибо, что вы слушали. Готова ответить на вопросы.